Региональное развитие, эффективная работа в условиях санкционного давления, новые точки роста для экономик областей каждого конкретного района. Насыщенное и местами непредсказуемое выдала сегодня рабочая поездка президента по регионам. Предметный разговор состоялся в Свислочском районе, которому присвоен статус территории «Отстающие» по социально-экономическому развитию. Впрочем, у правительства есть план, как поднять на должный уровень подобные регионы. В частности, за счет строительства новых и модернизации старых предприятий, а также формирования социальной инфраструктуры. На примере этого района обсудили стратегию. Итак, четыре объекта. Часть из них в тенденции последних поездок не по плану. После предварительного доклада Комитета госконтроля президент добавил и проблемные точки, чтобы говорить не только об успехах, но и проблемах. И такая внезапная инспекция стала хорошей встряской для руководителей. А далее совещание и беседа с жителями. Глава государства никому не отказал в общении. И, кстати, получилось очень душевно. Обо всем по порядку в нашем репортаже. Это, конечно, не белорусский юг, но и на нашем западе сегодня припекало неслабо. В такую жару лучше сидеть в тени. Приехав на Гродничину, президент сразу скажет, отсидеться в теньке не получится, надо шевелиться. Имея в виду и развитие региона, да и вообще страны. Доклад губернатора на позитиве. Область среди первых по темпам роста экономики. Ускорился рост ВРП. Если за первый квартал, то это 5,5. Хорошо. Меня это сейчас волнует, но не столько. Каково будет ВРП после этих оголтелых санкций на конец года? Вы как это просчитываете? Мы ведь готовились к этому? Мы готовились. Мы знали, что нам грозит. Мы надеемся, что все-таки удастся не допустить, даже если по отдельным предприятиям какое-то проседание и небольшой борт, мы компенсируем за счет остальных наказаний. У нас, Владимир Степанович, никакого проседания. Я понял. Ни на одном предприятии быть мы должны. Мы этим мерзавцам по ту сторону границы должны показать, что их санкции – это, понимаете, их бессилие. Вот что мы должны показать. И мы это сделаем. Гродненская область славится своим мощным аграрным сектором. Но вопросы президент все равно задает. Что с укосом трав, кормами для животных, укомплектованностью ферм – секрет успеха работы на земле давно известен. Кадры, дисциплина, технологии. Не дай бог война. Мы тут сейчас все дыбом встали и защищали страну. Так почему сейчас, в мирное время относительно, мы не хотим поработать? Ведь все в дисциплине. Слушай, ты мне не раскидываешь. Все в дисциплине. Только дисциплина. Предприятию ханчицы Ньоман, на котором ведут этот разговор, есть чем похвастаться. Среди лучших 10 тысяч тонн молока с коровы – это прилично. Но хотят и еще больше. Буренок лелеют, и в такую жару для них даже специальный охлаждающий душ. Для того, чтобы развиваться и достигать результата, необходимо помнить о трех «К». Первое «К» – это корма. Второе «К» – это, конечно же, специалисты, кадры. Ну и третье «К» – это комфорт для наших животных, для коровушек. СПК работает под крылом Гродненской табачной фабрики. Так проще справляться с трудностями и выдерживать конкуренцию. Как это порой тяжко, на производстве знают, как нигде. Все страны защищаются. Они не пускают на рынок. Мы бы могли в два раза больше произвести, но мы не можем это продать. Поэтому сложно. И у них будет и сейчас непростое положение на нем. Вы же слышите? Контрабанда сигарет и прочее. В любой стране всегда есть контрабанда. А чего воли? Готовиться к тому, чтобы как-то защититься от торговли сигаретами. То есть это же активный товар, это доход, промой бюджет. Поэтому и поляки, и литовцы, и украинцы, и россияне, они пытаются защитить свой рынок. Поэтому вот сейчас вой подняли, что мы контрабандой их завалили. Так боритесь против контрабанды, как мы боремся. Конкуренция на рынке была, есть и будет только расти. Но благоспрос на продовольствие тоже растет. Это на руку аграриям. Сегодня живые деньги – это в первую очередь молоко и рапс. Надо отрегулировать целый вопрос по ценам. И второе – надо запретить вывоз семена. Его надо выдавить, продать и заплатить им нормальную цену. Ну зачем? Это же государство от этого ничего не получает. Это же посредники там берут при продажах. Конечно. Ну и потом. Используют одну и ту же схему. Они авансируют хозяйство, они вынуждены сдавать им рапс. Это преступление. Согласен. Это преступление. Экономику Гродничиной в этом году сделала не только село, но и промышленность. Например, регион облюбовали инвесторы, которые занимаются деревообработкой. О развитии производств говорят на площадке логистического центра компании «Кроноспан». Они делают плиты ДСП, МДФ и на внутренний рынок, и на экспорт. Услуги по логистике железнодорожных грузов готовы оказывать для всех. Полуфабрикат – это, конечно, хорошо, но президент настойчиво предлагает двигаться дальше. Это же он вывозит от нас полуфабрикат, можно сказать. А если бы он тут фабрику небольшую поставил по мебели, мы бы готовы поддержать тебя, если будет предложение. И сделал мебель. И мы бы помогали даже где-то окно прорубить не в Европу, а туда на юг, потому что там же нету дерева. Поэтому, если шальная мысль в голову ударит по мебели, говори, я готов взять под крыло этот проект. Производство мебели в любой точке Беларуси. В любой. Да, только чтобы мы не полуфабрикат туда гнали, ну а хотя бы половину перерабатывали. А если все, ну так это еще лучше. Скажи любому из них, они доложат, в каком месте ты будешь делать фабрику. Александр Лукашенко смотрит, чем живет район. Закрытых объектов во время таких визитов точно нет. Все чиновники это давно знают. Так что пару незапланированных остановок никого не удивили, но, конечно, напрягли. После предварительного доклада Комитета госконтроля президент добавил в маршрут и проблемные точки. Местную сельхозтехнику вряд ли назовешь показательной, а ведь может стать хорошей площадкой для мастерских. Если тебе не надо сельхозтехника, так сказать, или агросервис, давайте договоримся так. Вы принимаете решение по 26 гектарам этим, что вы оставляете, что вы продадите, но к Новому году здесь наведен порядок. Почти идеальный. Имейте в виду, что у меня не заржавеет. Я приеду перед тем, как снег выпадет, и мы посмотрим. Хорошее здание, его надо просто в порядок привести. Еще одно предприятие в докладе госконтроля зацепило президента. Так что было сказано, надо заехать. Местная пекарня – небольшой цех, где выпускают хлеб из добы. Возле печи всегда горячо, но в плюс 30 и подавно. Но встречают президента работницы Бойко. Добрый день. Здравствуйте. Ну, я так и знал, бедные женщины. Слушай, как она тут мокрая вся. Жарко у нас, очень жарко. Ей всегда жарко, и зимой, и лето. Мы теплолюбивые. В отличие от меня. Ну, конечно, если эту печку оставлять здесь, и она нормальная, может, ее надо убрать и новую поставить, но если ее оставлять, и она хорошая, и выдает хлеб, хороший хлеб, то им надо обеспечить здесь нормальные условия. Продумайте, чтобы привести в порядок, чтобы люди могли работать нормально. А наши хлебушек очень непорядочные. Это я проверю. Если вы мне дадите кусок хлеба… Обязательно. …с собой, я куплю у вас чего. Губернатор признается, бывая в районе, обязательно увозит свислоческий хлеб с собой. Пекари вкладывают душу, все, кто пробует, говорят, как в детстве. Сохранить мини-производство, но осовременить – таково резюме президента. Что смотрят по ходу движения, так это строительную площадку. В Свислочском районе возводят новый деревообрабатывающий завод. Начали зимой, завершат в следующем году. Это будет современное предприятие по производству сухих пиломатериалов с троганого бруса и пеллет. Говорят, шаг к укреплению кластера лесопереработки в регионе. Да и для района это много значит. Все-таки 200 новых рабочих мест. О Свислочском в частности и о Гродничине в целом обстоятельно говорят на совещании с участием руководителей всех районов. Ваш регион – один из тех, которому с легкой руки правительство присвоили статус территории, отстающей по уровню социально-экономического развития. К этой же категории отнесли Зельбинский район. Но я бы сказал иначе. Это перспективные районы, которым требуется грамотная стратегия, нацеленная на опережающее развитие. Перед правительством, напоминаю, и губернаторами поставлена задача определиться с точками роста как в районах, так и в целом по областям. То есть каждый губернатор должен достать и положить народу в подарок крупный инвестиционный проект в течение пяти лет. Надо организовывать производство с высокой добавленной стоимостью. Надо организовывать производство, от которого мы можем получить максимум дохода. Просто так, чтобы людей занять, нам уже такие производства не надо. Надо строить те объекты, на которых будут заняты наши люди, будут получать нормальную заработную плату, минимум в три раза выше, чем средняя по республике. И самое главное, чтобы тот ресурс, которым мы обладаем, особенно лес, почва, земля и так далее, чтобы это было переработано, получена продукция. И с большей добавленной стоимостью, большей пользой для нас, для белорусов, была произведена эта продукция и продана. С одной стороны, Гродненцам повезло, и такой проект у них уже есть. Это новый азотный комплекс. Но это больше республика, так что задачу губернатору предложить еще и региональной никто не снимает. Что оставят после себя, должны подумать и райпреды. Главный критерий – прибыль и польза для людей. При этом важно кадрово не оголить село. Новые проекты должны стать драйверами роста для Гродненской области, для страны в том числе. Наше поколение, если оно сейчас не заложит основу, то молодым людям и новому поколению будет очень тяжело. И будут ли они это делать – вопрос. Вы же видите, вон у нас новое поколение беглых. Они о чем говорят? Как отобрать и поделить. Они не говорят о том, что надо производить, что надо сеять, убирать, какие-то проекты создавать. Да нет, приватизация. И надо же будет рассчитаться за содержание, то, что их там содержат. Поэтому ни в коем случае страну нельзя никому отдавать. В таких небольших районах, как Зельвинский или Свисловичский, ничего особо и не надо придумывать. Здесь, впрочем, как и везде, нужно просто делать ставку на местное сырье. Вот как в деревообработке. Никаких депрессивных районов быть не должно. Никаких. Это нормальные такие районы, которым мы должны уделить первостепенное значение. Надо думать с этими санкциями о диверсификации. Не надо страдать, что нам некуда продавать. Мы-то с Евросоюзом особо и в этом плане не сотрудничали. Небольшой объем у нас там продажи каких-то товаров. Нас туда особо не пускали. Поэтому обрушения быть не должно. Пугать нас в этом плане не надо. Выдержим. Есть с кем работать. Принцип работы с инвесторами остается прежним. Не мешать, а поддерживать и в этой связи от президента поручение правительству по работе свободных экономических зон. Надо принять решение о закрытии этих свободных экономических зон. Я имею в виду, что больше мы их не расширяли. Только точечным порядком. Надо там высокие технологии привезли. Пожалуйста. Мы предоставим вам ту же льготу, что свободно этой зоне. Но не надо нам расширять эти зоны и по всей стране их создавать. И ставить неравные условия предприятия. Продумайте и ввести предложение, чтобы мы прекратили эту практику. Не так много у нас таких инвесторов, не так много, которым надо будет предоставить льготы. Или помочь по сырью, как древесине и так далее. Мы можем в индивидуальном, частном порядке это сделать. Работа и зарплата на первом месте будут современные производства. Район будет жить. Александр Лукашенко напоминает, что важно подтянуть отстающих по доходам. Если мы за пятилетку 700-800 долларов в среднем по стране будем иметь, это будет неплохо. А тысячу? Прекрасно. И обратите внимание по зарплатам. Посмотрите, санитарочки в детских садиках. 500 рублей. Да. Надо их подтянуть. Этот визит стал поводом поговорить о перспективах Гродненской области. Обсудили будущее абсолютно каждого района. По каждому определились со стратегией. Пока шло совещание к центральной площади, несмотря на жару, сходились местные жители. Президент скажет, давно вас не был, но, как и обещал, приехал. Добрый день. Мы вас любим. Спасибо, что вы с нами. Вы думали, что я к вам не приеду? Нет, мы вас очень ждали. Я так что думал, ну как же мне туда заехать? Повод надо. Ну и вот подумали о том, что надо развивать Свисловский район. Мы хотим все-таки здесь осуществить эти проекты крупные по деревопереработке. Откровенно говоря, я так прижимисто отношусь к использованию лесных ресурсов. Это наше богатство, как и земля. Но вижу, что мы недорабатываем в том плане, что у нас много не перерабатывается леса вовремя, перестаивает. И есть очень много леса на болотах, низких местах. Тоже никто не хочет там заготавливать. Ну так вот, я польский инвестор. Я ему пообещал, если построишь мебельную фабрику у нас, здесь, в любой точке Беларуси, выбирай. Мы тебе будем зимой выделять за полцены древесину вот на таких труднодоступных участках, перерабатывай. Пообещал, будем строить. То есть эти безумцы, безумцы эти польские кричат там руководители. А бизнес сюда и люди едут. Дать спокойно работать всем, кто хочет. Будь он белорус, поляк или литовец. Это скажет президент чиновникам и повторит эту мысль во время общения с местными жителями. Разногласия стран не должны влиять на народы. Людям драка не нужна. Я попросил руководителей, смотрите, чтобы мы ни в коем случае не обидели польское население. У вас их тут немало, 20%, ну 80% же не поляков. Поэтому нельзя обидеть польское население. Люди-то поляки ни в чем не виноваты. Месседж президента понятен. Все-таки при граничии люди живут тут разных национальностей. Но это вряд ли особый подход к региону, скорее общая политика. Нам спокойной жизни никто не даст. И не потому, что у нас диктатура. Бросьте вы, какая диктатура? Нет, у нас никакой диктатура. Я вам скажу, что нет. Есть на производстве диктатура. Там, где конвейер идет, там никуда не денешься. Там он диктует. И не будет порядка. У нас нет перспективы. Нас разделят опять на куски и куда-то порвут, просоединят. Поэтому берегите свой кусок земли. Ни в коем случае не поддавайтесь никому и никого не слушайте. Мы не допустим никакой горячей войны. Они против нас развязали эту гибридную войну. Ну, из-за угла они могут. Сюда они никогда не сунутся. Поверьте вы. Они тогда попробовали в августе. Ну, вы видели, я полармии там развернул. Посмотрели, посмотрели даже американцы. Руки у карманы пошли в тему. Воевать за поляков не будет. И поляки не хотят войны. Кому это надо? Поэтому вы не переживайте за это. Берегите свои семьи, себя берегите. Мы сила. Наш город любимый тоже сила. Мы ждали нашего президента. И очень рады, что он к нам приехал. Свисович, вы знаете, это очень комфортный, уютный городок. И при желании работать, здесь всем хватает трудовых мест. Конечно, хотелось бы предприятий, чтобы больше молодежь наша задерживалась. Потому что все-таки уезжает молодежь, большие города, за большой зарплатой. Но тот, кто остается, здесь истинные патриоты. Если вопросы и остались, их вполне можно будет обсудить в самое ближайшее время. Не пройдет и месяца, как президент обещал снова побывать в Гродно. Но вот то, что приграничному Свислочскому району в аутсайдерах не быть, это точно. Наталья Бреус, Ольга Нищенко, Александр Олешко, агентство Тельновостей.